Более 300 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Тюменской области. Акция проходит в преддверии Дня Победы. 6 и 8 мая с 6 до 7 вечера заветные ленточки можно получить у моста влюбленных и на Цветном бульваре. А в сквере депутатов с 17 до 18 часов. Подробная информация о месте и времени раздачи есть в свободном доступе в интернете. Прикрепить символ Победы нужно поверх одежды. Можно сделать аккуратный бантик. Не на руку, не заплетать волосы, не закреплять на сумках и рюкзаках. Автомобильные антенны и дворники тоже не годятся. Самое лучшее место для георгиевской ленты на груди в районе сердца. Акция «Сад памяти» в этом году состоится 14 мая, но заявки принимают до 6. Если вы мечтали посадить дерево, это тот самый случай. Ежегодно по всей стране их высаживают 27 миллионов в памяти о таком же количестве погибших в Великой Отечественной войне. Прийти можно всей семьей или дружной компанией. Сенцы предоставит Тюменское лесничество. Работы юных художников из Тюменской области стали частью виртуальной выставки международного конкурса «Открытка Победы». Всего здесь собрано более 20 тысяч рисунков от участников из Молдавии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Любой из них можно отправить по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы. Эшелон Победы прибудет на станцию Тюмень 16 мая. Ретропаровоз времен Великой Отечественной. Зрелище уникальное. Тюменцы увидят санитарный вагон, где в пути оперировали раненых. Вагон «Теплушку», в котором бойцы уезжали на фронт в 1941 году и возвращались победителями в 1945, а также образцы военной техники. Также всех тюменцев ждет развлекательная концертная программа. Все желающие смогут поучаствовать в военной викторине. Ретропоезд сделает остановки также в Тобольске, Ишиме и Устовде. Мероприятие позволит окунуться в атмосферу Победного Мая, а все желающие смогут осмотреть вагоны исторического ретро-состава изнутри.